Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень чувствительно, это очень важно, это очень реалитетно среди многого прочего в живой жизни, не мелких предметов. Это один из самых заметных... Звук есть, но, конечно, надо немного больше. Сейчас, все будет нормально, все потихонечку возникнет. Что касается самого звука на моем, так сказать, голосе, да, я бы немножко добавила там... Умоляю, не дискутируйте, прошу вас. Это тоже не место для дискуссий. Вот, сейчас все будет, насколько это возможно, в моем гиперкамерном, в общем, случае. Сейчас все будет, и будет так называемый голос, и так называемая гитара, и еще кое-что. Да, можно было бы немножко еще вам что-нибудь порассказывать, даже небольшое, просто для вашего привыкания к моему звуку. Но, наверное, не буду, сейчас мы уже и так чуть-чуть штрафанули себя на небольшое время. Мы будем сейчас продвигаться. Значит, напоминаю пару моментов. Как и прежде, меня зовут Вероника Долина. Я, бог знает, который раз сюда приехала, но... Ну, я хочу думать, что не последний, нет. И с довольно... Довольно новыми, в общем, вещами, потому что с другими я бы и не приехала. Я не люблю, чтобы было все такое, какое оно было. Я люблю, чтобы было сегодняшнее. Да. Ни о чем другом я, в сущности, ничего знать не хочу. Стихи только свежие. Привезла вам последнюю пластинку, которая вышла с месяцок назад, и не привезла последнюю книжку, потому что она еще не вышла. Ну, в этом месяце, наверное. Это не важно, просто у меня уже нет с собой и все. Вот. Как и прежде, последние... Сколько-то лет, больше пяти, я пишу почти каждый день. Бывает, что с пропусками, но... Ну, бывает, что и без пропусков. И по два-три подхода в день тоже со мной бывает. Ну, в общем-то, это ясное дело совершенно. Выросли дети и прочие, кто мог вырасти, тоже выросли. Какие-то вещи простецкие, которые я люблю, вообще-то. Всякие обязанности меня почти покинули. И что есть мои обязанности? Я почти только стихами занимаюсь, а больше, в сущности, ничем. Вот отсюда и два-три подхода в день. Ну, а что, собственно? Были у меня какие-то, в общем, интересные вещи в жизни. Но тоже они куда-то все сгинули. И остались почти только стихи. Или без почти. Вот, все. Сейчас мы с вами этим и займемся. Программа у нас называется, так, беспардонно, московская старина. Да хоть бы иначе. Да хоть бы и так. Вот. Но эти отголоски есть. Потом еще такую вещь простую, на всякий случай напоминаю, что я не фестиваль безукоризненности, я совсем наоборот. Сколько угодно, и даже за ближайшие полтора часа, сколько угодно ко мне можно попреков выдвинуть разных. Но кое-что и поблескивают. Да, вот это важно. Ну, за этим все и происходит. Все, потихонечку начинаем продвигаться. Слушиваясь, сматриваясь, посмотрите, сколько-нибудь удобно ли вам, правда, физически. Что у вас с застегиванием, расстегиванием жакетов, насколько удобно ногам, коленкам, в самом деле. У нас впереди полтора часа. Вот, это же целый... Это... На самолете можно за полтора часа, ого, как продвинуться. Это немало. Если вы сидите над этих боковых, тоже создайте себе какие-то условия, поверните под удобным углом, чтобы не было утомительно и... Ну, это возможно. Я себе тоже тут точно об этом заботюсь. Я себе тоже стараюсь что-то сделать для себя. Столько всего неуютного в жизни, столько неудобного. Пускай это будет человеческим. Ты странно устроена Жизнь колея Куда ты меня привела И двадцать рубашек погладила я А вот двадцать пять не смогла Их вовсе не прятали двое мужчин Куда-то в сундук и в амарак И было, пожалуй, сто десять причин Не гладить ее вовсе Никак И вот рукава Завязавши узлом Лежат предо мной в тишине Рубашки мужские Меж благом и зло Все слишком знакомые мне Они же не думали Ночью и днем Все двое мужчин молодых Оглажене чертовом Только о нем Утюг Не дышал им под дых Ведь им все равно Хоть они их семья Откуда, зачем, почему Ведь это моя прямая колея Все эти рубашки в дому Ведь это же я из далеких краев В полоску и клетку везла И вот пострадавши от местных боев Я гладить уже не смогла Почти что упала Почти что сдалась На двадцать сложила рубах Я гладить сегодня Сквозь сон собралась С куплетом своим на губах И двадцать осилила Страшным рывком Хотели шибел кипяток Но завтра убралась С последним пятком Так будь же ты проклян Питок Так завтра убралась С последним пятком И будь же ты проклян Питок Я что-то ее на время потеряла Эту баладку И так Где-то перед отъездом Так обрадовалась ее Найдя Что-то стало ее Питать Но она житейская Простая вещь Но Я люблю житейские Простые Вещи Вот теперь Что касается звука Немножечко Значит Если там волшебные Пальчики могут Передвинуть Чуть-чуть Рычажок Нам нужно И низких чуток И общих чуток При этом чуток 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 И еще высоких Тоже чуток Ну чуток А то у нас Очень такая Ты сам Реоритетная гитара Она Она молодцом Но должна Но должна Слышать свое место Да Тихонечко Так Лила фею Читаю ребенку После Пушкина Самое то Мой ребенок Кусает губенку И отчаяние Разлито Меж страницами Ветхими Прочь Да и в комнате Свет Или тьма Лила фею Читай И просим Чтобы нас Не коснулась Чума С интернетом Живем из черешней Все по-летнему Значит уже Только книжка Умеет быть прежней Так и светится Книжка В душе Меж землей И небом Летаю На Москву Надвигается Ночь Лила фею Ребенку Читаю А она Королевская Дочь Дочь Пока иные ревновали, Мы все сидели и рифмовали. Чем понапрасно ревновать, Куда как лучше рифмовать. Пока иные воевали, Мы все сидели и колдовали. Зачем ей Богу воевать, Когда умеешь колдовать? Пока иные лет дышат, От гордости себя не слышат. Учите дедушек стиху, Хотят тому, что на слуху. Стиху научат, рифмы зная, На всякой музыке играют. Души имеют тайный план, Ни солдафон и ни мужла. Да, не ревнует, Хоть страдает, От всякой музыки рыдает. Да, не железный, Да, болит, Но и в другого не палит. Не всякий раз подставит щеку, Но все же и не смотрит в щеку. В чужую скважину, в окно, Ему не то, чтоб все равно, Но пылкость бережет, Как может. Хотя и самого тревожит, Столь беззащитная среда, Как безотчетная корида, Ее не видно за туманом, За фантазийным легким планом. Учтите, чем соревновать, Учите деток рифмовать. Анастасия, Казахстан. Анастасия, Казахстан. Не в Италии, не в Испании В самом деле, ну как дитя Жить мой папа хотел в Натании Сообщаю сто лет спустя Что прогрело его советского человека И про стакан просушило или проветрило Что запало наверняка Чтоб в Москве, где ни мандаринова Ни лимон на ничьей строке Видеть вещи аквамаринова Средиземно и налегке Чтоб с работы дел рассеянно Пересечь допотопный двор И зайти таки к Елисею И домой принести ракфор Так хотел Средиземья яркого Так пакеты нес На весу Оставил меня С подарками В подмосковном Пустом лесу Не в Италии, не в Испании В самом деле Ну как дитя Жить мой папа Хотел В Натане Сообщай Сто лет спустя Кое-какие вещи Требуют Тренировок и репетиции Прошло, наверное Ну пару лет Что я эту Вещь написала И, наверное Не знаю От шести до десяти Моих выездов в Израиль Чтоб я научилась это петь Не давясь слезами И научилась Москва не хранила Свою старину Ни в первую Ни во вторую войну И если не встать К ней спиной Стать надо ее Стариной Она не оставила Прежних кафе Все книжные в общем Аута до фе Пропали давно Букинисты Все тает Уныло нечистые Где нынче поймаешь За руку друзей Где старый Филиппов Чудной Елисей И рыщешь в лесах Как Дубровский Плохой из меня Гелировский Гелировский Но нету и это Все потому Что вот-то ли мы Дураку одному Ключи от Москвы Нашей стали Скажу я Извякну гитаре Да нет у нас Больше своей Старины Ни старой Ни новой Ни нашей войны Но если Москва За спиною Стать надо Да я ее Стариною Такую вам небольшую Штуку Спою Ну Все они очень велики Но Очередная небольшая Которая Сцепилась легкомысленно Звук за звуком Строка за строкой Достаточно часто Так бывает Не то чтобы Это бесценное Клейкое вещество Несешь Впереди себя На руках Нет Оно вырабатывается Откуда угодно Вот Оно важнейшая часть Бывает Совсем Заметная Глазу капля Тоже важно Короче вот Эти строчки Сцепились Ну это интереснее всего Когда начинаешь Что-то А заканчивается Оно Как хочет Не отпускай Майору Не отпускай Не отпускай Майору Не выпускай Не собирай Меня к другу Не делай Не бутерброд Не выпускай Мою руку Не подталкивай Меня Вперед Не обращай Внимание На мои ключи На очки Не выходи Из здания Не расширяй Зрачки Не дыши Их свинцовым Воздух Не открывай Глаза В подъезде Там пахнет Плохом Непрерывно Бьет слеза Не выезжай Из города Не пересекай Черту Не подавай Им повода Не дразни Пустоту Не перелистывай Ноты Чашку им Не подавай Их жалкие Анекдоты Не пересказывай Не слушай Их странные Новости Если что Не смотрим В глаза Ни слащавости Их Ни суровости Ничему Доверять Нельзя И когда Я пойду Меж циклопами И с повязкою На лице Не отпускай Меня Господи Когда Отпустили Все Все Доверять 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 Не дай Меня люби Все мои автомобили Все они были целы К моменту ухода со сцены Может и не блистали Может какие детали И затерялись в дороге Но это были йоги Раз ты верны, терпели Возможно имели мотив Чтобы служить всем тем Мне своим автодел Мне всем автопробегом Мне под водой, под снегом Мне же за облака Везде, где глаза их искали Они находились мигом Подобно любимым книгам Сразу же, как окликну Я все еще не привыкну К тому, что люди иначе У них иные задачи Давай, звони человеку Проси забежать в аптеку Дождись от него пирожные Единственных невозможно Цветов не по протоколу Цветы же, ну что такого Лучшие люди машины Ни женщины, ни мужчины Из всех, что за мною были Лучшие автомобили Когда не смогу проснуться Когда не смогу вернуться Желаю себе усталым Лобой безнадежно ткнуться Машина не прибирает Щетка стекло протирает И музыка мне играет И музыка мне играет Тоже было у меня как-то потерялась Эта балладка И между прочим Я некоторое время Я не знала вообще Как ее петь Потому что в ней есть Стеклышко интима Я не знала как С этим быть у меня не получалось Ну, потом стала себя Немножко обучать И потихонечку ее петь смогла Тут вот что Это не совсем нагромождение Того-сего Послушайте, все очень просто Мне делали УЗИ сердца Но УЗИ и сердце Возможно, я могла этого не увидеть Но я это увидела И была совершенно поражена Я такое увидела Я столько всего поняла Я не знала, что с этим делать Я не знала, как это Даже в скромных стихах записать Я не знала, как с врачами посовещаться Я сделала попытки Посовещаться И немножко рассказать Совершенно не было услышано Ну, что делать? Ну, все, я взяла Как-то это записала Ну Это было совершенно удивительно То, что я видела Лишь разом Только разок и в один глазок Как танцевала во мне душа Видела, не дышала То поднимала коленку вдруг Кончиком пальца чертила круг Тонкие руки Широкий взмах Ах, я шептала Ах Это полисецкая Вижу я Как ты похожа Душа моя На балерину Из тех годов Чьих не найти следов Этот на краешке Сна прыжок Будто зимой Из окна в снежок Это посрединке Беготня Будто язык огня Жарко горит Колдовская печь Не говорит Но танцует Речь Тонкая линия Злая боль Все исполнять Извол Это полисецкая Та без слов Мускул судьбы Основание снов Синее пламя Сталиной прыжок Твой Амадей Штришок Вот что я видела Только раз Чуть не рыдай В сто тысяч глаз Как танцевала За много лет Газовый свой балет Та что сияла Как три огня Та что пылала Внутри меня Раз увидала И не забыть Сколько еще Не быть Амадей Все прежнее лучше, чем новое Я прежнее больше люблю Куплю себе туфли вишневые Вишневые туфли куплю Давно уже время тяжелое Стучится у наших дверей Пусть будет хоть что-то веселое Куплю себе их поскорее Какого-то дивного почерка Мягчайшей подкладки внутри Похожие были у Моцарта Что вы мне там ни говори Ну разве что может быть с пряжками Совсем небольшим каблуком С такими простыми замашками Любой музыкантик знаком Так хочется тонкого вышла Подальше от жизни земной Купи себе туфельки с вишнями Судьба твоя станет иной А прежнее лучше, чем новое Ко всякой погоде иду Куплю себе туфли вишневые А черные пусть подождут Куплю себе туфли вишневые А черные пусть подождут Ну тут у меня перемкнуло И я стала почти все, что попадается И сколько-нибудь годится Покупать две пары Красные и черные Да Можете надо мной смеяться Я увидела в этом какую-то симметрию И какой-то покой Ну как, ну Уходишь, оставляешь там эту красную пару Ну а вдруг она грустит без черной Нет-нет, действительно Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо с тобой душа Без тебя ужасно Так скажу, едва дыша Все же не напрасно Славно быть на коротке Тихо раздеваться А потом рука в руке Так соревноваться Чтобы шелестеть письмо На рассветь Между ясностью и сном Быть как дети Дети, правду говорю Два подростка Два, как и я, не посмотрю Два отростка Хорошо с тобой душа Ты на месте Сколько, если б ты ушла Было б жести Хорошо с тобой душа Без тебя ужасно Так скажу Едва дыша Все же не напрасно Такое вам Все перекладываю Послушайте Не знаю, как сложатся стихи Вот эти С виду листочки Что тут выбросит на берег Может быть Может быть Немножко не то, что я рассчитывала Это может быть Тут вот что За прошедший год Полтора Ладно, полтора Но только полтора Не стало стольких моих Товарищей Мой Коржавин Мой Гладилин Мой Войнович Мои личные Вот Люди И Все в какие-то Кромешные Совершенно Экстренные сроки Ну там возраст Да Был Возраст Мы очень Очень много лет Взаимодействовали Невероятно Я понимала В общем К чему это все идет Но все равно Незаслуженно все Получилось Мне Так думается Сидел товарищ Мой Восьмидесяти лет И не хотел Домой Как будто Дома нет А только Говорить Такие Пустяки Чтобы Могли Борить По кухоньке Стихи Ни лето Ни зима Ни славный Городок Ни общая Сума Ни чуткий Коробок Со спичками Внутри Один Янтарный Воск Гори Огонь Гори Какой Твет Там Боск Кругом Один Музей Стоит Среди Реки Лицей Да Колизей Да Старые Стихи А вот Еще Кресты По Набережной Вдоль А там Не то Чтоб Ты Но Вся Живая Боль А ты Еще Дитя Научишься Вполне И Сорок Лет Спустя Ты Вспомнишь Обо Мне Сидел Товарищ Мой Восьмидесяти Лет И Все Не Шел Домой Как Будто Дома Нет Дома 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Перебираем мамину посуду Обычные июньские дела Тарелки с нежным яблоневым цветом Салатницу, фруктовницу с портретом Розетки с золотистым крендельком Да сосник с коротким козырьком Придут ко мне мои большие дети Единственные лучшие на свете Таких ни у кого другого нет Придут на ужин или на обед А я мечу на стол и не на шутку Салат, картошку, рыбу или утку И старенькая рифма невзачет И вино как надобно течет Придут мои прекрасные потомки У меня тут сумерки, потенки И скатерть не постелена еще И в солнечном сплетенье горячо Зайдут и скажут Пир у бабки-ёшки Это ж наши Ложки-вилки-пложки И списанные нотами листы И в вазах пересохшие цветы Само собой стол уже накрылся И мамин тонкий запах испарился Который над тарелками витал И сердце моё бедное пытал Пытал, но и питал Как я не плачу Я знаю, что могу И что я значу Мой яблоневый цвет Мой старый друг Не дюжина Но целых десять штук Такой он След за ней Может я вам рассказывала Со мной бывает Я не очень повторяюсь Я и в жизни это не очень могу сделать Но все же бывает Возможно рассказывала Моя мама родом была из Такой Огромной коммуналки На старом Арбате На очень старом Арбате След которого простыл В пространстве На таком старом, который именовал себя Собачья площадка На мою жизнь На мою жизнь это совершенно уже не пришлось Я пыталась разыскивать следы Я ничего не нашла У меня слабо Я совершенно символически знаю где это Ну так немножко Мама пыталась разъяснять Но все это в общем Приходило к какому-то разведению руками Мы ее не находили Сейчас на площадку В общем Был такое место По преданию Оно было И там был фонтанчик Который поддерживали Значит Ну какие-то маленькие собаченцы Значит Держали лапами Чашу фонтана Это дело называлось Собачья площадка Там родилась моя мама Значит Когда вышло собачье сердце Булгаковское Рассказала вам эту историю? Нет Ладно Я расскажу Значит Когда оно вышло Но легально оно вышло Так в конце 80-х Мама прочитала И тихо вскрикнула Это моя квартира Это моя квартира Вот Это у меня за перегородкой жил генетик По фамилии Левит Это у нас была площадка Под названием собачья Ну и все такое Ну в общем не знаю Это фантомная история Такая фантазийная Но это история И к тому же она так Странно сильно затерта На карте Москвы Может и так Короче говоря Может 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 Так Под именем Полиграф Полиграф Лучше В моем доме Не чужой Так прожила Весь свой век проигра Я Вместе Вместе Дети Полифем Вместе Привет Вместе 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 Если б двери мои не сорвало светель, Если б окна несчастные так не трясло, Если б хрупкую крышу в момент не снесло, Написала бы я вам про город в дыму, Про холодную печь в прозрачном дому И про женщину, что на своих каблуках С темным облаком спор, как на кулаках. Написала бы я, вот на резком ветру, Она девочку тащит, скрутивши чадру, Из тяжелого шарфа раскутав хитро, И себя, и малютку в преддверии метро. Написала бы я, но в такую метель Неохоте плести конитер, Вот и хлопья бумажные бьют на стекло, Чтобы женщине с девочкой было тепло, Написала бы я вам про эту метель, Если б двери мои не сорвалось петель, Если б окна несчастные так не трясло, Если б хрупкую крышу в момент не снесло, Вот мы с вами перелистали в очень так ударно мою эту последнюю тетрадку, Альбом, который вышел месяц назад, Ну, что-то вроде месяца, в общем, и называется «Не отпускай» Вот этот самый «Не отпускай» мы с вами на три четверти Ну, что-то и осталось. Если б кто-то когда-то меня спросил, Об источнике высших и низших сил, Я бы все рассказал на чистоту, Подолел бы немоту, Описала бы детство, Привет, дружок! Нынче будет музыка и кружок, Ожидается дождик и без колодок, Ты не выйдешь и не пойдешь. Вспоминаю горькое вещество, Что в груди копилось и ничего, И Цветаевский голос, Московский стиль, И любовь, что пошла В утиль. Унижений не помню, А помню свет, Что горел в самом центре сто тысяч лет, Как себя не тычу, Как не учу, Ничего себе не прощу. Не прощаю путаницу цветок, Суматоху белых, Как мел листок, Там, где пенья, Угадывались крыла, К ним прикладывались тела. И тела летели, Как стаи птиц, Ничего не помню, Ни рук, ни лиц, Но одни светились, Другие нет, И не слыхивали про свет. Хорошо, что есть еще гороскоп, Эти пенья, крылья, Брыжки сенком, Ужас околений, Не моты, Но преодолений высоты. Еще нигде не мелькнула Сретенка, да? Без нее нельзя, Без нее нельзя, Даже в менее московской Такой программе. Каждый год, Каждый год. Непременно мне нужно. Я и наведываюсь туда С довольно смешной Такой комической регулярностью. Ну вот так. Где-то там Питающая меня батарея Расположена. Не умел жалеть И не жалел меня Скоро все пошло Ни в лад, ни в склад. Приносил бы что-нибудь Желейное, Например, Фруктовый мармелад. Я люблю Французские коробочки, Нежно называемый Пат. Тот, кто в детстве Это не попробовал В зрелости Садист и психопат. В нашей ветхой И будущей Нас рейтинги Публики И даже кавачи Кто не знает Срединские рейтинги Тот навеки мучится И молчит В общем Не жалей И не жалей Меня Так теперь И будет Навсегда Приноси Хоть что-нибудь Желейное Вроде Безнадежного Стыда Не умел Жалеть Да ну и Ладно бы Так теперь И будет Я осталась Все-таки Жива Я не верю В эти Мармеладные Неправдоподобные Слова Не умел Жалеть И не жалел Меня Так прошло Довольно Много лет Принеси Хоть что-нибудь Железное Вы мужчины Любите Жилет Принеси Хоть что-нибудь Железное Вы мужчины Любите Жилет Неправдоподобные Принеси Трес Немного мы будем в другом пространстве. Довольно сильно мы с вами продвинулись по нашему сегодняшнему сценарию. Будем немножко, с усилием таким, разворачивать всё это в сторону старых песенок. Но таких не самых, не самых ещё, ещё не самых. Ну... Когда Александр Моисеевич Володин Слегка под шофе и как птица свободен Являлся февральской ночью тебе. Не так уж всё было ужасно в судьбе. Когда он ладошкой своей трудовой Слегка проводил где-то над головой И что-то чертил тебе прямо на лбу. Не стоило больше пенять на судьбу. Он звал за собой Опрокинуть рюмашку Девчонку фабричную жизнь нараспаш. Да я и сама оборву телефон Пока ещё длится, как фон, марафон. Жил-был Александр Моисеевич как птица За нас идиотов умел заступиться. И если февраль настает на земле Пусть полный орёк Встаёт на столе. Володинский вообще сто лет со дня рождения Отмечали. Это довольно невероятно. Не знаю, как позвать Моих учителей Хотя не со мной Но всё-таки далёко Хоть бейсь, хоть рыдай Хоть вовсе коле Не нахожу тех мест Где мне не одиноко Я, как птица головой Беспомощно верчу Оглядываю даль Осматриваю город И всё-таки опять К Ваганькову личу Ошейник потеря Растёгиваю город Растёгиваю город Не знаю, как позвать Ни летом, ни зимой От белых хоризоте От розочек в горшочке Никто ещё не встал И не пришёл домой И не пришёл домой Лежали и лежат К себе в одиночке Любимые мои Последние мои Такие от кого Моя манера птичья Не знаю, как туда быть Зови и не зови Проблема языка Проблем без язычья КОНЕЦ КОНЕЦ Французская старушка Милая игрушка Пустоват, как обычно, фритбол Но бокальчик Марго-Го-Го Я хочу быть английской старушкой Не Шарлотт и Бронтетт подружкой У подружки весну щитый нос А за пазухой едкой вопрос Ни такой, ни сякой, ни этой Я не стану, а ты не советую Не могу, не могу, не хочу Но свое-то уже я получу У меня холодеют поджилки Подмосковные останусь в могилке Ни такой я крутой материал Чтобы скинуть пятьсот одеял Дописать бы до края страницы Добежать до ближайшей границы Добежать-то еще добегу Ну а дальше-то что не Го-Го Я хочу быть немецкой старушкой Ёркой сухой мышкой наружкой Кофе с булочкой утречком жду И билетик на Зигфрида Тут, 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 тут И еще тут Тут, 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 тут Вот Вот. Одну маленькую такую еще вещь пою из этого ряда. И разворачиваемся по всяческому старью. Вот. Такой маленький. Маленький такой. Обрывочек. Сцены, когда мы хоронили Евгения Александровича Евтушенко. Все это было достаточно ужасно. И тоже уже было, в общем, два года с лишним даже назад. Очень недавно. Ну, такая динамика, что уже кажется, что давно. Два с половиной всего года. Только что было, уж нет. Бум. Сами мы не местные. Люди говорят. Царствие небесное, там огни горят. Это время детское. Свет еще высок. Черт, и что советское. Загляни в глаза. Бабьим яром вскорчился Весь отряд мужчин. Вспомнил, не поморщился При высокий чин. Ветер хорошенечко Продувает запад. Зажигает пенечко Как и зажигал. А как песню старую Вынет из чехла Мой дружок с гитарой Я сгорю дотла. Время неизвестное За окном темно Царствие небесное Переделки нам Мой дружок с гитарой Я сгорю дотла. Время неизвестное За окном темно Время неизвестное За окном темно Царствие небесное Переделки нам Лицо твое светло. Жилище скуданное На улице темно, Но многолюдно Ты смотришься в оконное стекло. О, женщина, Глядящая, Тоскливая, Мужчина нехорошая, Дитя сопливая, Часы на кухне Тикают сонливо. Неужто твое время Истекло, истекло? О, женщина, Чьи крылья Не жалели, Но не намок И оттяжелели. Ты тащишь их сноту Еле-еле И сбросить хочешь Их в его ногах. Но погоди, бросать Еще чудачек, А кончится Твоя земная спячка. О, погоди, кухарка, Нянька-брачка, Ты полетишь К сладчайшей берега, Берега. Ты полетишь над Дом И над Дым, Ты полетишь над Прагой, над Рим, И тот еще окажется Счастлив. В твое издали приметит Твой полет, Пусть в комнатке твоей Сегодня душно. Запомни, ты прекрасна, Ты воздушна, Ты только струем воздуха Послушна. Не боишься, все с тобой произойдет Произойдет, 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 произойдет. Теперь пространство старых вещичек. Немножко там поплещемся. Барышне, мелюзине, замуж нельзя ходить. Тенкие кузины им еще может быть. Муж непременно практик и совершенно прост. Некуда будет прятать свой раздвоенный хвост. Барышне, мелюзинь, замуж нельзя идти. Спать, бей, его и корзи, хвост да король пасти. Пусть бы пастух да он, дерганный на жене. Только бы не за он, не коллекционер. Барышне ходит с книжкой, шорох в тростнике. Раковина подмышь, зеркать на руке. Ни баркады, ни небес, ни земной мелюзги. Под чешуей железной девичьи. Позвонки, барышне, мелюзинь, замуж нельзя ходить. Тетки кузинь им еще может быть. У нас сегодня целая такая линия контрапунктная пробежала этих мелюзин, этих прачек, этих гладильщиц. Но они такие специальные существа. По старым французским эпосам сказочным всем этим занимались феи. Низшими женскими работами. Феи, да. Но они немного, вообще, немного ниже человеческих существ. Да, да. Феи — это низший мир. Это те, которые смотрят на людей снизу вверх, на земного мужчину снизу вверх. И, да, они грезят этим союзом. Они могут производить детей от земного мужчины. Заканчивается все так себе. В Москве, говорится, нежно. Но это, говорят, внешне. И это неважно, неважно давно. В Москве все теперь иное, пустынное, ледяное, невинное, неземное, немое кино. Покуда там все спали, В Москве объявился парень С разными глазами Саячьей губой. В Москве, говорит, пустынное, В Москве, говорит, тусклым, Да что же у вас так грустно? Да где же вся любовь? В текстильщиках тесно, На пресне пресно, И как-то неинтересно, И все-таки вслух. А что человеку нужно? Хорошая служба, Серьезная дружба, Здоровый дух. Москва не пошла стихами, Кровавыми петухами, Тягучими потрохами, Никак не пошла. Легла, будто бы уснула, Лицо отвернула, Не всхлипнула, Не зевнула, Да и померла. На трубной, говорят, слякать, На сухаревской мякоть, И дети не могут плакать, А дико ревут. В Москве, говорят, трудно, В Москве, говорят, скудно, В Москве, говорят, нудно, А люди живут. В Москве, говорят, снежно, Но это, говорят, внешне, И это не важно, Не важно давно. В Москве все теперь иное, Пустынное, ледяное, Невинное, неземное, Не моё, Не моё кино. Такие уже, видите, Мы с вами уже забрались В область зимних песенок, Это тоже Немножко раньше, чем следует, Но Нет, у меня с этим строго, Я ни зимой не пою, Незимные песни. Всё сезонно, Всё сезонно, Это как одеться по погоде. Зимние песенки у меня Убираются по шкафам, По ящикам, Каждую весну, Надолго, До ноября, да. Когда поранишь человека, Уж не поправишь человека, Он ветхий громкий, Как стекло. Смотри, вот сколько на текло, Из горла слабого наружу, Не наступи случайно в лужу, Всё это было там внутри, Подошвы только оботри. Когда нечаянно поранишь, О сделанном жалеть не станешь, И сам молчит, Ещё живой, Вернувшись из передовой. А где, скажи, передавать, Всё так же, где не уставая, Сдирают кожу, Сдирают кожу, Льётся ложь, И сточат друг на друга нож. Когда поранишь человека, Ль ali, Уж не поправишь человека, Пусть не поправишь человека, Пусть не поправишь человека, Когда мне станет сразу 60 И мой дом вовсе Куда, как скучно, грустно в декабре Но вся команда будет веселиться Когда увидим остров на заре Не важно будет всем переселиться И разуверюсь в пользе позореков И рассекречу горькие микстуры Моих незамерзающих зрачков Коснется луч отцов литературы Таких, что отстояли 40 ватт Что наломали дров, топили печь Кому инфаркт не медицинский факт А разве что строка, фигура речи И вот тогда домашние врачи Меня в углу забудут, слава богу И доктор Ливз выдаст мне ключи А доктор вовсе Соберет в дорогу Да, доктор Ливз выдаст мне ключи А доктор вовсе Соберет в дорогу Мне уже совершенно пора осветить Совершенно следующие даты Ну, я все, я уже подступаю Еще капелька зимы Капелька какого-то старья И мы с вами будем завершать Мы очень, очень, очень мужественно все прошли Душа запомнила, зима была Душа как замк под замком Я молодая как сам на амбула Тащила саночки с сынком Температурка не развалишься Стоит морозец над Москвой Мою двоенные варежки Протерты груб печевой Стоит зима, ее величество Засунув пальцы за кушань А я свой шаг со мной улический Не ускоряю ни на шаг Мне двадцать лет, и я не лыжница Мороз выдавливал слезу Сидит дитя, листает книжицу Я тихо саночки везу Сквозь эту изморозь кефирную Где санный след, но нет иных Там я себя фотографирую Протертых варежек цветных Душа запомнила, зима была И придорожные везут Везет со мной, со мной Везет, 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 везет Везет со мной, со мной Везет, везет Везет Тоже около сорока лет Все такой песенки Все эти мои сомнамбулы И как угодно называйте Все они беспардонно Совершенно беззастенчивы И беспощадно выросли О ужас Все они взрослее меня И со всех точек зрения И бесконечно поучают И многое прочее Но это еще хорошо, когда поучают Да Во всяком случае Эпоха вот такого довольно Довольно очевидного Сомнамбулизма Вот этого И совмещенных Каких-то Да Совмещенных наших Очень много чего И путешествий Боюсь, что все-таки В основном завершилось Да Уж настолько они Сделались взрослые Что Что Здесь многоточие Хотя Кое-какие саночки Даже докатились До города Нью-Йорка Вот И я в припрыжку Сюда В поисках Следов этих полозьев Сюда уже Значит Иной раз Наведываюсь Ну и в ближайшее время Пока ноги носят Буду конечно Наведываться Значит Что у нас с вами еще происходит Еще самая капелька Щепотка Происходит Ну уже щепотка Ну уже щепотка Это книга про паху Твоим табаком И таким о тебе Говорит языком Не жалей Ни о чем Дорогая Я потрогаю Я потрогаю Ни о чем Ни о чем Дорога Прочитаю В твоем Тороплив Письми И простейшие числи Слагаю в уме Тороплив 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 И таким о тебе Тороплив 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 Так и жизнь не предполагал. Такой вещь тоже уже миллион лет. Это 86-й год. Но, само собой, само собой, само собой, вот это старые-престарые песенки я переворачиваю, отыскиваем что-нибудь совершенно уже финальное, что его отыскивает, практически под рукой. Ну, конечно, что-то же осталось у нас. Где-то за бортом. Это само собой. Это само собой. Каково сегодня вообще приходится моему бедному слушателю? Которого я, да, всеми этими, ну, в общем, все-таки новинками терзаю. Ну, каково? Куперзать. Нет, это большой труд. Большой труд. Слушатель мой бедный. Ну, все я вижу, все я знаю. Едва живое уходит. А нет, надо бы щадить, но не такова я. Да, что-то я совсем сделалась, не такова. Вот, ну, ладно. Значит, так, сделаем так. Предпоследний и последний. Посыплет снег крупой И станет град держать Весьма пушистый бел Под божьей рукой Совсем я стал слепой Сказал старик коржа Совсем я стал слепой Мир стал совсем другой На птичьих правах На прощальных словах По почте последнего дня Когда из Москвы Ходили волхвы Зачем-то забыли Меня С тех самых давних пор Что есть моя гитара Передо мной несут Судьбы при чистый лист Каспар и Мельхиот Каспар и Мельхиот Твои ветхих антиквад И с ними был тазар Солидный букинист На птичьих правах На прощальных словах По почте последнего дня Когда из Москвы Уходили волхвы Уходили волхвы Уходили волхвы Уходили волхвы Такую, видите, назвала программу Московская старина На эту осень Там, где я пою Ну, скажем Еженедельно Ну, что в этом роде Такие места есть Вот Там программы разные Случаются Хочу про лето Хочу про зиму Хочу про свое потомство Хочу про свои любови Хочу про моих Любимых поэтов Хочу про Не знаю Ну, разное Да И складываю так Как желаю Публика, в общем, ориентируется В основном Я хочу думать Я уже приучила к этому А когда приезжаешь раз В год, полтора Ну, хорошо, в два То Отыскиваешь что-то Ну, такое Прямо приоритетное Вот Назвала это старина И кучу таких Московских страниц Мы с вами перелистали Да и то, конечно Многое осталось Ну, тоже есть там Полно Не знаю Там пройдет Новоиспеченный Памятник Калашникова Тоже у меня есть И стихи И песни И всякое такое Поэтому Что-то, естественно Что-то мимо Не важно В конце концов Я стараюсь записывать Я стараюсь Чтобы выходила пластинка В начале осени Чтобы выходила книжка Хотя бы до Нового года Такой у меня Изнутри есть Диктант Это такие мои Важные осевые линии Которых я очень придерживаюсь Огромное количество лет И это для меня важно Но Есть еще кое-какие Важные вещи Ну, там Дом в Москве У меня, например Появилась новейшая гитара Ну Не будет такого Чтобы я ее смогла Привезти сюда Или еще куда-нибудь Своему вот Чуть Чуть отдаленному Слушателю Хотя это важно Это важно Это часть меня И Немаловажная Совершенно новейший Весь Достаточно удивительный Инструмент Но этого не может быть Жизнь диктует Свои строгости И не то, что штрафует За нарушение А просто даже не допускать Я и не вступаю уже В эти Пререкания С реальностью У меня уже Живет в здешних краях Одна гитара В других краях Другая И в третьих И четвертых краях Тоже По инструменту Хотя То важное Подлинное В общем Могло бы все быть Комфортнее Но не будет Ну не будет Но я же вижу Это совершенно ясно А где вы поете За неделю? Глухаря? Да, да Глухаря Это раз в две недели И я еще немножко Чередую Да Это я говорю о Москве Там такое Да Мое рабочее место Нет Ну я выезжаю Я выбираюсь Но сказавшие Что я пою Еженедельно Да Я примерно Глухаря Не люблю Глухарин Да, да, да Это залчик Такой московский Это московский залчик Довольно важный Такой На карте Города Как выяснилось Тоже Когда-то был Свой скепсис И свои придирки Их следовало иметь Следовало Но Ну Жизнь очень такая Очень все Ну что вы думаете Мне не мерещился Какой-нибудь комфорт В каком-то там В 89-м году Залы Аппаратура Все мне И так Все было так близко Казалось Вот И оно еще Придвигалось Некоторое время А потом Оно отодвинулось Так далеко Что ничего Это больше не будет Я о больших Ну Рассказываю Вам это очень попросту Я о больших залах Давно забыла О средних залах Тоже Но это без Это как раз Без жалоб Это не важно Я столько лет пела В огромных залах А потом в больших Что сейчас это Я стараюсь даже не вспоминать А среди моих детей Например Мало кто помнит это Они не помнят меня На большой сцене Ну и ладно Пластинки выходят Книжки выходят С этим все В пространстве Русского языка Такого какой он Есть на сегодняшний день Вот Мое рабочее место Это язык Это нормально Больше быть не может И не будет Оно еще и такое Оно еще и комфортное Это место все же Ну вот Теперь чего это Я вам хотела сказать Я вам привезла Пару книжек Ну немножко У меня такая маленькая Серия выходит Ну последняя книжка Еще не успела выйти Может уже и выходит В Москве Там этими неделями И новый альбомчик Привезла Вот он Я уже рассказала Называется Не отпускай И каких-то Из прошлых лет Парочку Я каждый год выпускаю У меня очень простое К этому отношение Я сама Такая Ну вместе с моим продюсером У меня малюсенькая фабрика Вот этих вот Своих изделий Отношусь я к этому просто Я действительно сама Притаскиваю на концерт Ну Пару десятков Этих всех изделий Меня вполне устраивает Что людям достаются Но прицельно Адресно В руки Эти пару десятков Ничего мне больше не нужно Я уже Давно ничего этого не ищу В интернете Конечно найти меня можно Сколько угодно Всего За любые мои годы Десять лет назад Двадцать лет назад Тридцать и сорок тоже Есть записи концертов Есть записи Есть все мои тексты Есть Галереи моих фотографий И прочие Смешные вещи Да Но Вот Ну вот и все Да Мы с вами подошли к концу Поем последнюю Самую последнюю балладку И немножко там Книжек моих и пластинок Посмотрите В том углу Чуточку их есть Все На сегодня все Не гаси Меня Свечу Я еще гореть хочу Я жива еще покуда Не гаси меня свечу Не протягивай ладонь Мой дружок прекрасный Я пока храню огонь Маленький Но ясно Но ясно А без света Нет ночи Без ночи Нет света Без поэта Нет свечи Без свечи Поэта Для бродячих Моряков 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 Есть пламя Я горящий Моряков 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 Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо вам, спасибо, что собрались. Спасибо, спасибо большое. Не думайте, что это все как-то... Какая-то во мне есть внутренняя небрежность. Собрались, не собрались. Есть ползала, две трети зала. Большое спасибо, что не забываете, что каким-то нечаянным образом я не очень понимаю. Я понимаю, что это, а чего-то нет. Не знаю, как вы сюда находите дорогу. Не сюда именно, а куда бы ни было, но куда я совершенно... Мне кажется, случайно приезжаю. Ладно, все, спасибо большое. До следующих встреч в том углу. Есть немножко моих пластинок. Спасибо. Спасибо. В другой ряд приеду, спою что-нибудь новое. Я тут... Не, не. Теперь все еще более регулярно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо. 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 Спасибо.